По находкам, ребята, у нас получилось как-то прилично, да, ребята? Прилично получилось вот такое количество монет. Итак, ребята, бригада УХ, один работает, другой отдыхает. Я что, прибежал-то к ним? Ребят, смотрите, на кирпичике лежит самая огромная монета сегодня. Вы уже по размеру, наверное, догадываетесь, что за монета. Опа-на, это Екатерина, 5 копеек, сохран хороший, будет, 90-й год. Что куда уже назло? Ребят, серебро поперло, там еще что-то звенит. Что это, 10 копеек, Рософосеровские, 1923. Вот, вот еще одна серебрушка в команде. Цена, а как вы будете монеты делить? Пополам, тебе, мне, слепую? По совести. А, знаешь, как поделим? Давай, я буду это, держать, а серый говорит, мне, ты потом, Илюх, мне, в темную, в темную. То есть я буду держать монету, кому? Мне, кому, мне. Ну, короче, по очереди, и я буду чередовать монетки, а? Давай. Как вам вот такое, а? Без обидок будет? Ну, я по-честному постараюсь. Это вы сами будете определять, мне, мне, у кого фарт будет. Ребят, дождитесь до конца, сегодня монеты, они накопали много. И мы сегодня будем вот таким вот способом решать, кому чего достанется. Кому? Кому Сережа. Кому копает Илюха, Серега прозванивает. Прибор Илюхин, лопата Серегина. Не, не, не. Пошкай с Илюхином в катушку. Короче, два, как из ларца, блин. Вот что, вот что подо мной там шабулится. Серж, ты зря в гости. Вот так, так что до конца, ребята, дождитесь. Будет очень интересно и весело. Ребят, поторопился, выключаться, вы, наверное, слышали. Давай сюда, 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 сюда. Так, вот здесь вот, ребята. Вот в этой трухе. Вон она. Это Сереги. Кому? Сереги. Все, идем дальше. Поделись, не мы брушку, что ли, опять? Что опять? А, нет. Ребята, только что жбонь показал, а потом хлоп, и еще одна выскочила. В общем, опять поторопился. Видно там красиная норка с монетками. Что здесь вот? Ой, там что-то еще? Не, не горшок, но местечко. Нет, нет, она здесь, Сереги. Выковыривай лопатой. Прямо в эфире. Блин, Санек, смотри, не чебурак. Блядь, ну я надеюсь, да. Да ладно, ха-ха-ха. Итак, итого, пацаны, у пацанов пока затишье. Я тут сижу, но ножки отдыхают у меня. Здесь серебруху. Раз, два, три, четыре серебрухи. Катин пятак. Это у нас что? Это трешка николаевская. Двушка сванистая. Двушка неплохая. Третий год. Две копейки, третий год. А, неплохая, блин, с другой стороны запила. Так, две копейки. По копейке, двадцать четвертый год. Говорят, терли-терли и не натерли двадцать пятый. Хоть одну. Только я могу натирать. Так, дальше что у нас здесь? Копейка советская. Одна вторая. Николай. Год не знаю, что. Затем вот такая вот интересная лабуда. Не знаю, какой-то, какой-то, я не знаю, турецкий какой-то знак. Ну, в принципе, как-то, как-то вот так вот у них немножко. С этого фунда. Ладно, погнали. Ну, наконец-то, ребят. Наконец-то у меня сегодня первый царь, наверное, все-таки. Царь, наверное. Ну, чё-то он какой-то поганенький. Чё там? Да не знаю, чё. 42, чё. Давайте в прямом эфире посмотрим. Да нет, в прямом эфире. Маленький, маленький царь. Или серебряный. Серебряный. О, кольцо железное. А у меня, ребята, как калик. Затертый в усмерть. Смотрите, видите, да? Затертый в усмерть, верча. А я что-то ещё хотел. Спасибо вам, ребят. Итак, ребят, очередной царёк. На этот раз двушка, но у меня. А чё за монета, не знай. Сейчас звонил Женя, мы ему говорим. Так, 95-й. О, Михалыча. Подвиньте. В ладошке. Вон она, Михалыч. В правую сейчас уроки у тебя. А, нет? Чё-то зелёненькое было. Блядь, жбанина какая-то. Держи. Сейчас звонил Женька, он уже летит. Летит, как пуля. Которую только что откопал тоже. Ребят, из серёжной дырки продолжаются сыпать серебряные монеты. Курица, которая несёт золотые, золотые, серебряные яйца. Ты сейчас это смотри, Санёк. Ну, а валится, валится. Что они, риск прям вообще конкретный. 10 копеек очередные царские. С щукарем сейчас уйдёт. Ну, неплохо, ребята. Я вам хочу сказать, неплохо. Зачёт. Правда, это... Просто силуэт разгадывается, а конкретно чего это... Не видно. Пойдёт. Так, ребята, не пойду я вон туда, к Михалычу. Михалычу. Чё здесь у нас? Эх, Михалыч, Михалыч, бля. Это у нас была трёшка. Была. Тысяча восемьсот. Девяносто седьмой что? Интересно. Денадцатый. Какой? Сенадцатый? Да, девяносто седьмой. А, девяносто четвёртый. Девяносто четвёртый год. Деревяшка в железке. Деревяшка в железке. Ну что, ребят, наконец-то и у меня что-то крупное. Что это у нас? А это у нас двушка Сашина. Капуста, да. Тысяча восемьсот какой-то год. Чё у нас? Не трачивать не буду. Я, походу, опять опять, походу, заблуждаюсь. Чё там, Михалыч? Пуговка, корлянка? Двадцать три. Цифра двадцать три. Двадцать третий полк, что ли? Да. Ничего себе. Серёж, смотри. Серый, у меня, походу, как в прошлый раз, помнишь, с тобой спорили, блин? По-моему, Титерев. Да-да-да-да-да, у меня такая есть. О, смотрите, какая пуговица. Офигенно. Двадцать шестой полк. Ой, двадцать третий. Смотрите, какой красивый пуговец. Пуговец классный. Пуговицы с номерами, а также с буквенными, цифрами изображения были введены в частях русской армии в декабре 1829 года. К сожалению, определить и датировать практически невозможно, к какой части армии относится пуговица. Графическое изображение цифры с хвостовиком, без хвостовика, под наклоном и прочее вряд ли можно использовать для атрибуции, так как определенные отличия могли внести производители пуговиц. Кроме того, за период использования пуговиц с номерами неоднократно происходило изменение нумерации частей, что еще более запутывает процесс определения. В июне 1862 года, скорее всего, в связи со значительным, более чем в два раза увеличением количества армейских полков, номера элитеры на пуговицах были упразднены, и на мундиры нашивали гладкие пуговицы, без рисунка. Но все же, давайте примерно определим, кто мог носить эту пуговицу. Мы уже знаем, что пуговица появилась в 1829 году и просуществовала до 1862 года. В этот период времени входят следующие полки. С 1829 по 1833 год это был Литовский Уланский полк, 23-й Егерский полк, Костромской пехотный полк, С 1833 по 1835 год Рязанский пехотный полк, Белевский егерский полк, С 1835 по 1856 год Азовский пехотный полк, Украинский егерский полк, С 1856 по 1862 Низовский пехотный полк, и 23-й Кавказский линейный батальон. Но этот список можно сократить до минимума. Полистав историческую литературу, я остановился лишь на нескольких полках. Это Литовский уланский полк, Белевский егерский полк и Украинский егерский полк. Лишь три этих полка могли носить цифру 23 в этом промежутке времени. Хотя я могу и заблуждаться. Ну а у вас есть мнение, кто носил пуговицу с цифрой 23? Пишите в комментарии. А мы возвращаемся на шорф. Приятного просмотра. Класс. У меня до этого Орлянка была. Дом тоже походу военного. Держи. Да, кстати, если вдруг у вас попадается на копе незнакомая пуговка и вы хотите определить, датировать ее, то я вам рекомендую вот сюда. Группа ВК. Где вам всегда помогут. Ссылка под этим видео в описании. Ребят, смотрите, какую нашли Диман. У него теперь вот этих вот маленьких вот этих вот в шурфе вот этих вот будет куча там. живая, ребят, до сих пор. Представляете, сколько прошло веков, да? И вот, смотрите, конины прям вот красиво. А они, смотри, отваливаются. Нитки-то в мире. А они, смотри, не на нитках. Или что это? А кожа? Нет, я имею в виду, железо что ли? А, кожа кожа. Смотрите, прям берешь, а они отваливаются. Прям вылазят и отваливаются к ним. А, слушай, да, так и мелочь-то вообще. Прикинь, сейчас там у Димана будет пили. Да, так и не попадаются. А тут там просто жаритник. Что за бутылочка? А, у Димана бутылочки пошли. Интересный, ребят, сюжет. Классная, классная. Итак, ребята, а сейчас очень интересно. То, что это, ребят, в свое время была печать. Наверное. Наверное. Наверное, да. Не, не, это печать и была. Это была печать. Здесь была кожная лабуда. Потому что здесь ничего не отломано. Это была печать. Печать ювелира. Михалыч же здесь гирьки находил. Всякие-всякие-всякие. Здесь часы запчасти кругом. И вот, наверное, ювелир ставил здесь свою отметку. Квитанции. Что-то еще. Болт. 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 Какая-то, какая-то регулировочная. Болт, да. Обычный болт. Не, ладно. Ребят, подошел Серега. Ходил по верхам. И вот верховую поднял. Наше дело правое. Мы победили. Причем, медалька является за доблестный труд. Их несколько было вариантов. Сохран просто огонь, смотрите. Прям просто бомба. Пойдет? Пойдет. Звони. Звони. Ребят, там что-то. Да вон она. А, вон она, смотрите. Да ладно. И так. Ребят, очередной. Но это, наверное, закладной. Да, он между досками. Да, между досками. Офигеть. Катин пятак. Да. А второй Катин пятак. Вот опять в семечках этих, видишь? Теперь уже не Катин пятак. Братан, точно поровну копаешь. Хорош, хорош. Вот такой вот Катин пятак. Хотя вот если столб, он вон где, блин. Второй вот я сейчас отсюда выкрою. А, да? Складные также ложили под эти. Ложили под эти, какого? Под порог. Это может и порожный, блин, был. Вход в эту, в комнату. Это мои тут. Это мои. Это мои. Ребят, сама выпала монетка. Ай, даже не прозванивал. Царская копеечка. 1872 год. О, это Александр уже. Зайдет. Вон она, ребят, лежит. Вот она. Это копейка царская. 1914. Не 17. Хорош, хорош. Что там? Монета? Не знаю. Так, Женька у нас уже сзади. Опять сзади. Крутилка от керосинки, что ли? А, почему-то там. Керосинка, крутилка. Наверное. Зыв. Надо пакать. Паттон. Надпись Паттон. Палар Паттон. Что такое? Диман. Палар Паттон. Не знаю. Ну вот керосинки латунь. Скрываю. Керосинки. Ребята, вон в той, вон. Дырки. И у Димана пошли находки. А Димана зачем? Это капуста, Диман. Капуста. Две копейки. Как накладка от замка. 15-й год. А, надеюсь, смотри, это будет к нам. Две копейки, 15-й год. Пойдет. Ребята, там находка у Димана звонкая, хорошая. И давай ищи. О, у тебя тут горело, что-то бревна какие-то. Да, здесь бревна горело. Вон он, вижу, ёпты. Видел, что кругляшок здесь лежал. О. Двушка. 13-й год. 15-й есть, вот теперь 13-й. Пойдет. Держи. Что там булькаешь, а? Не, монеты. Монеты? Селебрышки в ноль. Селебрышки, наверное, в 82-й. А не, 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 вообще. Затертая. Фокус где? Я думаю, сейчас уже 8-й, ладно. Затертая. Да, затертая серебрушка царская. Ну, судя по размеру, 15 копеек серебряный. Второй, да, целый. Илюха сегодня считает, что из этого фундамента поднимали. Пойдет. Так, ребят, пацанов я спрятал за машину. Там Серега и Илюха. Жюри у нас будет, как кто? Или Женька будет сейчас распределять. Ну что, давайте, пожалуй, начнем вот... Я буду говорить, кому... Ребята, потихоньку. Пока, слушай их. Так, поехали. Кому? Кому? Илья. Кому? Серега. Кому? Серега. Кому? Илья. Кому? Илья. Кому? Серега. Кому? Серега. Кому? Илюха. Кому? Серый. Кому? Илья. Кому? Илья. Так, кому? Серый. Хорошо. Говорит, как я по капоту ботсу, они определяют, какую монету там положил. Илья. Серега. Так, кому? Илюха. Кому? Илюха. Кому? А это Серега. Кому? А это тоже Серега. Кому? А это Илюха. Кому? Илюха. Кому? Серега. Кому? Илюха. Это? Серега. кому 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 так хорошо кому 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 там какую рустам и последняя кому и люк и естественно но дамы и господа смотрим кому чё досталось сразу смотрим на физиономии друзей короче получилось как у илюхи 2 пятака выскочила 2 серебрушки у сережи 3 серебрушки но у сережи 3 серебрушки царские один советик вот и я считаю что у сережи достойный паблик вот трешечки тоже неплохие в общем удивили как-то вот так вот честно как вы думаете пишите в комментариях ребят сергей и илья жюри вот они два камрада поделили между собой ну а сейчас ребята давайте общий обзор чем мы накопали сегодня вообще по находкам ребят у нас получилось как-то приличная ребята прилично получилось вот такое количество монет очень много монет ребята сопутку только можно отразить отметить вот такой крест зачетный вообще зачетный именно этот крест вот сегодня сделал коп хорош хорош пуговка интересная тем что циферка 23 23 полк дальше что еще из вкуснях можно отметить вот это вот интересная вещь кто знает ребят напишите она пришивалась именно я так понимаю вот именно в таком образе она должна выглядеть то ли какой-то мусульманский то ли это у нас лишь снизу надписи вот надпись есть ребята если есть информацию кого напишите а может я даже сам по это находки исторический факт прикрепил дальше что образок крестик банально сереге достались как вы знаете на розыгрыше вот эти три серебрухи две из них царские вот такой вот хороший приличный пуговица 2 пуговица не очень вот по монетам все банально ребята советы цари все это есть что можно отметить что можно отметить копейку павла хороший бодрый да дальше что можно отметить с этой стороны больше ничего отметить нельзя здесь отметили копеечку дальше здесь отметить илюхи достались на розыгрыше вот эти два пятака что раз за розыгрыш ребята видео будет отдельно кому интересно я думаю будет интересно потому что копали два комрада одним прибором одной лопатой и разыграли дальше что было еще вкусным по советам по царям ну ребят ничего интересного только можно было отметить павлика и тратина пятаки в целом получилось неплохо зачет погода все и все пацаны всем пока 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 михалыч передавать привет все ребят пока надеюсь понравилось заходим подписываемся проставляем палец кверху следующий раз снова шурф дорогой подписчик в связи с отключением монетизации хочу обратиться к тебе с поддержкой канала если вам нравятся мои видео и не хотите чтобы я покидал youtube от вас нужна материальная поддержка 50 рублей для вас ничего а для меня мотивация продолжать вас радовать новыми выпусками приму любую поддержку номер карты под видео в описании заранее спасибо